Всем привет! Начинаем новый влог. Отгадайте, где мы. Мы у бабушки в деревне ночевали. Сейчас вот завтракать собираемся. Вон мальчишки. Вадим с нами поехал. Кирилл. Бабушке помогают. Картошку собирают. Там 16 градусов. Нет у бабушки здесь этого градусника на улице? 15-16 градусов. Представляете, на улице? Как холодно. Мы в кофтах приехали. Но все равно как-то сильно холодает. Мы тут завтрак готовим. Порезали арбузик. Бабушка блинчики приготовила с начинкой. А я привезла с собой вафельницу и готовлю вафельки. Детей много. Там еще Гриша, Артем. Бабушка тут котлет нажарила, по-моему, с утра уже. Пюрешка у нее тут. А, макароны. Гуляш. Почему? Завтрак и обед. Но любой цвет и вкус. Вчера привезли бабушке, подарили подарки из Грузии. Наконец-то до бабушки доехали. Привезли в этот раз вот такой магнит. Здесь хачапури, хинкали. Это грузинский хлеб. А вот это я не знаю что. Вот это такое. И грузинское вино. И тут, смотрите, сколько много магнитиков. Вот батуми, по-моему, мы привозили. Новороссийск мы привозили. Вот это точно в Новороссийск тоже мы привозили. Это вот еще как давным-давно с Флориды привозили. Не мы. Мама во Флориде была. Геринджик, это, наверное, мы. Это Маша, сестра моя младшая. Вот это кто-то в Анапе был, не мы. Машуля. В Венеции это родители были. В Бали тоже родители были. В общем, бабушки небольшая коллекция магнитиков. Вот таких. Просто наклеечки. Мы уже дома. Заехали сейчас на рынок. Купили арбуз и дыню. Нам сказали, что арбуз, как она сказала, тот был хороший, а этот шикарный. Сейчас мы с вами разрежем и проверим, насколько он шикарный. Непереспелый должен быть, вкусный. В общем, дали гарантию на него. Вам хоть раз давали гарантию на арбуз? Вот нам дали. И еще, она сказала, супер вкусной дыней будет вот эта. Тоже мы сейчас половинку арбуза разрежем, половинку арбуза, половинку дыни порежем и посмотрим. Ну, пока что вот я разрезаю, он прям трещит по швам. Слушайте. Разрезаем прямо в эфире. Ой, чуть светильник не разбила. Зато камеру в руке я держу. Ну, сейчас попробуем. Узнаем, яркий. Подводя итог, хочу сказать, что самая вкусная дыня была в Телаве, которую мы покупали в магазине с быком. Эта дыня, Артем сказал, на три с половиной. А про арбуз он сказал, ну, он не супер бархатный, не супер сладкий, но он неплохой. Он как бы средний арбуз. Но сказал, что если в детстве его таким кормили, он бы никогда не любил арбузы. Я все пытаюсь найти арбуз из детства. Такой, как папа привозил к бабушке в деревню. Он его привозил прям вот в полтора раза больше. Он вот такой был. Разрезал его. И он был просто очень сладкий, очень вкусный, неперезрелый. Обалденный, сахаристый, но при этом, ну, вот он прям, я не знаю, такой я пока еще не нашла. На видео кажется, что он еще более розовый, чем в реальности. Так, на самом деле он слегка розоватый, красноватый-розоватый. Вот, нет, не шикарный. Хороший. В целом, неплохой. Я бы сказала, неплохой. Невкусный вот еще. Бывали не вкуснее? Неплохой. Бывали? Просто, когда тебе начинают говорить, что сейчас он придет, он будет шикарный. Ты прям представляешь, как ты его кусаешь, и он шикарный. И твои... Это было слово, как называется? Ожидания? Не ожидались. Не свершились. Ожидания реальны. Да. Бабушка передала нам гостинцев. Свежие закатанные банки с огурцами. С огурчиками, хотела сказать. Получилось с огурцами. С огурчиками. Это, кстати, огурцы ее. Она сама их вырастила. И она их собирает, смотрите, какими малышами. И закатывает. Получаются корнишончики вот такие. Очень вкусные у бабушки огурчики. Ммм. И вот и побольше есть, и поменьше. И две баночки томатов передала. Помидор. Тоже. Вот только закатала на их. Вкуснейшие. С картошечкой, с котлетами. Просто самые вкусные огурцы с помидорами. Передала картошке. Вот ребята утром собирали. Вадим с Кирюхой. Один пакет она отдала Лене. Туда. И, кстати, тоже банки им передала. И один пакет нам. И еще вот помидоры с огурчиками. Тоже с бабушкиного огорода. Тут вот и желтые есть, и черрики есть. И красные есть. Те, которые не доспели, они еще доспеют. Можно положить их сейчас в мисочку. Все доспеет. Огурчики уберу в холодильник. Спасибо бабушке большое за такие гостинцы. Будем теперь кушать и каждый раз ее вспоминать. Добрым словом. У меня тут заготовки на борщ. Точнее на щи. Свекла не будет. Капуста, лучок, морковка, картошка. А здесь у меня варится бульон со вчерашнего дня. Бульон мяса на косточке. Морковка, сельдерей пару. Веточек кинула. Вообще сюда, когда варю бульон, еще добавляю чеснок и луковицу. Но лук закончился. Сейчас все это процежу. Подготовлю все ингредиенты. Сделаю зажарку. Морковку с луком. Добавлю томатную пасту. И все будет готово. Мы еще купили такую вкусную штуку. Вчера на рынке сейчас покажу. Вместе с мясом. Вот такая штука. Это перетертое сало. С чесноком и зеленью. Попробовать это намазка на хлеб. С борщом, с щами. Просто вообще... Мне кажется, еще можно ее приморозить. Будет вообще очень вкусно. Борщ. Почему называю борщ? Борщ это со свеклой. Щи готовы. Накладываем. Вот такие они получились. Наваристые. Надеюсь, что вкусные. Много мяса я всегда делаю. Вот. Не пролить это обязательно. Точнее, пролить это обязательно условие. Подаем обязательно с зеленушкой, со сметаной или с майонезом. Вот эта штучка, которую мы купили. Сало, чеснок и укроп. Только это надо заморозить. Морозилку сейчас кинула. Завтра. Ну, к вечеру приморозится. Хлебушек, чеснок, лучок. В общем, всем приятнейшего аппетита. Сейчас намажем хлебушек вот этим чесночком. И будет вкусно. Наш ленки потекли. Вот такой вкусный, привкусный, ароматный борщ. Почему я говорю борщ? Щи. И еще вот такую штучку. Мы сейчас будем добавлять. Это аджичка. Made in Georgia. Остренькая. Добавила в общую кастрюлю. Но там есть чуть-чуть. Если Артем захочет, он сможет еще добавить. Не могу никак открыть. Ароматная. Супер. А еще тетя Зоя из Волгограда передала нам вот такую вот штуку. Закуска наподобие... Как она называется? Хреновая или аджичка. Очень вкусная. Тоже сейчас поставлю. Кирюшка может тоже попробует. Кирюша, а вот смотри, какая намазочка есть. Ты будешь? Вот такая. Да, тетя Зоя, большой привет и спасибо большое. Там она 5 баночек таких сделала. Вот, огромное ей спасибо. С чесночком, с перцем, с красным, с помидорами. Ммм, вкуснота. Мы сейчас будем заваривать капу. Заказали на Валберис. 300 рублей две штуки. А в этом спортмастере там 400, 500, 900, 1000 одна стоит. У них есть срок годности свой. Они не вечные. Потом там прогрызаются. Ее нужно заваривать, чтобы она походила по зубам, по форме челюсти. Ну что, светло завариваем? Куда? А холодную воду. Она там уже есть. И чуть-чуть, да, там есть. И оттуда сразу в холодную получилась. Ну давай, стакан с холодной нам нужен. Так, ну, наверное, туда ее и эту, нет? Все, бросай. Она горячая и холодная. Мне кажется, они недостаточно горячая. Горячая горячая. Ее чуть-чуть долейте. Вот. И сколько надо долять? Секунд 40. И потом нужно прикусить ее зубами? Да. А какие зубы защищать? Верху или лишнюю? Идейте. Как это? Ее капута одна. Ну, она истейте защищает. Ну, куда ты надеваешь? Вверх или вниз? Вверх, наверное. Вставай. Рано еще, что? Да, это прошло 40 секунд, наверное. Нет. Знаете, вот. Да так сейчас. Вначале в холодную, давай. Кируш, давай в холодную. Бося, в холодную? И все, сразу бери, сразу бери. Все, она уже. Прикусывай. Сейчас застрянет в зубах. Что, горячая? Нет. Она какая-то большая. Неудобная? Удобная, просто она как скворчит. Ага. Ну что, все? Прикусилась? Или еще? Очень удобно. А? А что ты? Ну, я слышу. А, что-то я не вижу, чтобы что-то там поменялось в ней. А, ну она типа побольше, пошире стала, да? Угу. Ну, что она не заварилась вообще? Ну, куда? Да она не заварилась, походу. Вообще не заварилась, ненасколько. Надо кипяток ее. А вот эта капа, которая уже использована, которая уже, видите, начинает крошиться. Ее уже пользоваться ей нельзя. Ну, то есть они не вечные. Какой-то у них есть ресурс. И во время боя там прикусывает, там, ушат боли, там, или от стресса. Вот. И она становится вот такой. Это уже все выкидывать. Ну, чехол можно оставить. Пригодится. Кто спрашивала про нашу улитку? Вот она, с ней все хорошо. Жива, здорова. Сейчас поменяла матрасик, клетку помыла. Водичку налила клетку. Кстати, новую мы уже купили. Надо проделать вот такие дырки. Где они? Вот тут вот сверху дырки. И тут внизу на новой клетке. И заселить уже в новую. Порезала огурчик. Добавила смесь яичный, скорлупоичная и овсянка. И еще у нас три новых питомца. Встречайте, знакомьтесь. Это виноградные улиточки. Они приехали из Батуми. И теперь живут вместе с нашим охотином. Охотиной. Оно. Охотин. И они очень часто сидят вот так. То есть мы их переворачиваем. И там они находятся внутри. Так вот мы закроем. Скоро переселим в новую клеточку. Редкая закупка из магазина Вкусвил. Вкусвил? Вкусвил. Так. Как правильно? Вкусвил или Вкусвил? ВВ правильно. ВВ правильно, да? Кирушка то знает. Купили наши любимые вафли. Еще оказывается там приложение, там скидка на 10 разных продуктов была 20%. Вот на эти вафли с фундуком была скидка 20%. Мы взяли. Эти были без скидки. Вот эти любит Гриша. Вкус сливочный. Эти вафли, они без панмового масла. И очень-очень вкусные. Вот иногда берем еще одни были там вафли, где они сейчас надо найти обычные. Ой, с кокосиком. Вот такой сыр взяли в первый раз попробовать. Хрустящий на натуральной щепе ольхи. Вкусвил копченые. Копченые шарики. Дальше. Вот такие штучки. Внутри они идут ванильно-сливочные с кремом. Точнее, с ванильно-сливочным кремом. Вот, скидка была на перепелиные яйца. Со скидкой они 200 с чем-то. Это так вкусно. Обязательно попробуйте вот эти перепелиные копченые яйца из Косвилл. Это просто обалденная вкуснятина, деликатес. Прям очень-очень-очень вкусно. Я вообще люблю яйца. Перепелиные яйца люблю. А копченые это просто вкусняшки. И для салатов можно. И как перекус. Вообще супер. Просто яйца взяли. Куриные. Я причем беру самые маленькие. Большие яйца. Не обязательно брать. Самый вот сорт, который обычно я беру. Это нормально для меня. Вот такие желейки со вкусом манго. Это у нас Кирюшка любит. Взяли пару штук. Вот про эти, говорил, кокосовые. Это мои любимые. Иногда пью чай утром. Пью, например, завтракую. Могу одну вафельку в две с чаем съесть. Не надо же... Быстро же я не могу быстро худеть. По чуть-чуть иногда что-нибудь себе позволяю вредного. Взяли попробовать вот такую колбаску борда с плесенью. Сыровяленая. Из мяса цыплят-бройлеров и утиного мяса. Без усилителей вкуса, без красителей. В общем, благородной белой плесени. Это первый раз берем. Хотим попробовать что-то новенькое. Вот это новенькое и вот это новенькое. Не брали ни разу. Так. Мармеладки-змейки с соком. Ой, блин, упали. Да, Артем купил детям. Выбрал. Там где-то вторая пачка. Сметанка 20% безлактозная. Творог 9%. Я вот вафли сейчас в вафельнице делаю. И там во многих рецептах пачка творога идет. Очень удобно. Положу в холодильник и сладкие вафли с творогом, и соленые, которые сырные вафли, тоже с творогом. Поэтому творог я теперь покупаю периодически. Палочки из филе-минта. Это заморозка. 10 штук. Раньше мы брали палочки из филе-минта, но они были в другой упаковке. 2-3 года назад. Возможно, это они же, но только в другой упаковке. Это заморозка. Уберем сейчас. Артем взял вот такие оливочки вкусные. С косточкой, с арти в оливковом масле. В вакуумной упаковочке. Выглядят очень аппетитно. Надо будет сейчас попробовать. Так, это что? Это печенье африканские, друзья, с морковью. Печенье затяжное. А вот такие штуки взяли. Это сейчас вот разогреем на ужин. Шницель куриный в сырной панировке с макаронами. Скидка была 40%, 2 штуки, 2 упаковки. Еще одно желе с манго. Манговое. Еще что? Еще одни вот эти сырные шарики хрустящие. Я взяла для салата тунец. Такой вкус вилловский. Натуральный, не в масле. Баночка с куличом. И еще одни мармеладки. Все. Чек электронный. Чек не выдает в магазин. Мы были на кассе самообслуживания. Вот. В общем, вот как-то. Вот так вот. Тестирую штуку из фикс прайса. Вот такая. Сейчас покажу от нее коробочку. Вот. Стоит. По-моему, 30 рублей в фикс прайсе стоит. В общем, как это работает? Это две силиконовые части. Соединяем. Сюда наливается водичка. Отправляем это в морозилку. На ночь. Ну, на несколько часов. Потом утром достаем. Я отправила вчера вечером. Налила просто обычной воды из-под фильтра. В общем, если не открывается, можно полить теплой водичкой. Немножко там, секунд 30. И открываем. Получается вот такая ледышка. Сюда можно замораживать зеленый чай. Всякие там отвары, которые полезны для лица. И протираем. Знаете, работает лучше всяких патчей. Обалдеть вообще. Салфеточку нужно взять и наврать. Снимает отеки. Улучшает тонус. Вообще, я слышала такой лайфхак, что нужно кубиком льда умываться. Ну, протирать лицо. Посмотрим, посмотрим. Как это работает. Ощущение классное, прикольное. Смотрите, как вот стачивается лед. И удобно то, что вы лед в руке не держите. Он в чехле находится. Раз. И вот так вот мы умылись. Работает лучше, чем патч. Такой холодненький. Если, конечно, у нас нет аллергии на холод. Узнаешь, что есть аллергия на холод? Вот, оказывается, такая тоже существует. Когда человек трогает стойки холодной, у него рука покрывается пятнышками такими. Смотрите, классная штучка. Давно на нее смотрела. Еще в том году. Но их не стало. Сейчас опять привезли. Очень освежает. Я вот с мороза пришла. Вот так она называется. Выглядит. Что рублей 130 она стоит в фикс-прайсе. Можно травку там замораживать. Такая вот бьюча штука. Очень хотела вам отзыв оставить. Заказывал вот этот крем. Не знаю, где от него чехол. На Wildberries для глаз. Мне понравился крем. Сейчас вам покажу текстуру. Так. Где фокус на меня будет сегодня фокусироваться? Он такой, знаете, тягучий. Прошло пять лет. Вот он. Вот такая вот текстура. Тягученькая. Интересный такой крем. У меня такой, честно, впервые, как какой-то сгущенка. Но никак не влияет на свойства этого продукта. Очень быстро впитывается. Приятная текстура. Всегда наношу вот здесь вот вокруг глаз. Это крем у вас и на бровь. Вот на вот эту часть. Орбитальную косточку. Мне очень нравится. Хороший кремушек. Приятный. Вот. Я вам ссылку оставляла. Вот так он выглядит. Называется Пептид Баланс 9. Мидпил. Вот так вот. Корейский. Мы сейчас собираемся на день рождения. Последний штрих. Последние штрихи. Так. Все-таки я выбрала сумочку. Я спрашивала, какую. Выбрала сумочку ГЭС. Мы уже готовы. Высушила волосы, сделала макияж домашний. Домашний мейкап. В общем, вот такой у меня лучок. Тут куча старых... Ой, в смысле, куча всякой обуви стоит рядом. И сумка моя вот. Вот такая сумочка. Вместительная. В общем, вот так вот. Без лишних украшений. И сережки у меня. Вот эти вот. Это дарили нам в Новороссийске. Это серебро. Серебряное. Наполнила платье этими сережками. Это платье заказывала на Валберис. Это Love Republic. Сразу скажу, что его уже там нет. Ссылку могу оставить, поделиться. Но в этом цвете его нет. Осталось платье в черном цвете. И светло-розовое, по-моему. Вот. В общем, мы готовы. Собираемся, отправляемся. Орцом тоже готов. Такси ждем. И выезжаем. Мы вот берем мои кроссовки. Сменку берем. Потому что я девушка не молодая. Будем танцевать. И я думаю, можно будет переобуться в кроссовочке. Я взяла с собой. Все, такси приехало. Помчали. Вот здесь Ангельский пляж, на который мы раньше ездили. Много лет назад. А здесь вот засад какой-то сделали. Вот туда идешь. И там... Он раньше был... Где-то был бесплатный, и где-то был платный. Сейчас, не знаю как. Направо платный зальешь. Туда, да. Направо там 3 человека. Нет, там платы много тоже. Тысячу. Ну, ну-ну-ну. Смотри, странные деревья без листьев. В августе. О, ЗАГС. Ангельский. Он даже в платье, наверное, невеста стоит. Без гостей. Странно. Ты же в них. Нет, парень какой-то стоит там. Может, просто гости в белом? Так мы тоже ездили на свадьбе. Я была в белом, помнишь? В Москву. Ну-да. Ну, не свадьба для платья. Нет, у меня была юбка сверху. Ну, сейчас такие свадебные платья, что? Есть и короткие, и длинные, и просто свайлбресса. Так, мы приехали. Нам вот сюда. Белый кролик. Погнали? Какая красивая фотозона. Никого нет? Никого нет? Стой! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok